У вас отрицательный кэш-флоу и вы не знаете, что сделать? Я вам покажу несколько сценариев, как решается эта проблема. Поехали! Итак, сейчас у многих стал вопрос об отрицательном кэш-флоу, потому что моргиджи подорожали и получается, что соотношение вдруг резко испортилось соотношения дохода и расходов. Есть очень много разных ситуаций, я не могу это все осветить в этом коротком видео, но я вам покажу один сценарий. Это реальный сценарий, который, даже у меня такое происходило, но сейчас я вам покажу на примере, который вот именно сейчас был. Кто-то купил дом 5 лет назад, в 2018 году, за 500 тысяч долларов. Нормальная цена, сейчас вы скажете, да, классная цена. И моргиджи там всего осталось 350 тысяч долларов. Он когда-то внес 100 тысяч долларов в первоначальный взнос и частично уже моргидж был выплачен. Но даже с таким небольшим моргиджем платеж по моргиджу составляет 2200 долларов в месяц. Плюс еще налог, есть и страховка. А аренда, она низкая, потому что в 2018 году была определенная аренда жилья, она потом подскочила во время пандемии. И вот получается, что кэш-флоу отрицательное минус 400 долларов. Многие говорят, ну еще же погашается моргидж. Да, в этом случае он погашается на 320 долларов в месяц. То есть, несмотря на то, что моргидж погашается и все дела, вы все равно в минусе. Пускай небольшой, минус 80 долларов. То есть, казалось бы, такой дешевый дом, и вы все равно в минусе. Что делать? И вот одно из решений, это конвертировать этот отдельно стоящий дом в дуплекс. Что такое дуплекс? Дуплекс это дом на две квартиры. Если вы хотите знать подробнее, что такое дуплекс, посмотрите, пожалуйста, видео у меня на канале. Но дуплексы выгодны тем, что имея две квартиры, у вас сразу увеличивается арендная оплата. У вас снижаются риски, когда дом простаивает, потому что вероятность, что простаивают два юнита все-таки ниже, чем когда простаивает целый дом. Ну и также банки вас начинают вдруг больше любить. То есть, давать вам более охотно моргиджи, так как вы получаете положительное кэшлоу. Итак, вот мы взяли этот дом, и у нас есть жилец. Многие скажут, а что делать с жильцом? Жильца же убрать нельзя. Мы, кстати, говорили, как вести себя с жильцами, особенно когда вы продаете дом. У меня есть тоже видео на канале про это. Но я говорю очень простую вещь. Это факт. Если вы перестраиваете дом и меняете его, не просто ремонт делаете, а меняете его использование, то есть из дома на один юнит, это стал дом на два юнита, на две квартиры, то вы имеете право выселить жильца с уведомлением на 120 дней. То есть, вы говорите, вот я 120 дней, ищи себе другое жилье. Имейте полное право, потому что его жилья больше не будет существовать. Итак, вы это сделали, жилец съехал, вы взяли 50 тысяч долларов, сделали ремонт и решили рефинансировать моргидж, который у вас есть. Я даже не говорю взять новый моргидж, но вам дали бы еще больше. Я говорю, тот же моргидж, что был, вы рефинансировали. Например, сегодня. Сегодня можно взять за 5,5% фиксированный моргидж на 3 года. Вот вы решили рефинансировать, сделать новый моргидж на 500 тысяч долларов. И уже платеж у вас будет 2840 долларов в месяц за этот моргидж. Учитывая налог, страховки, все расходы, у вас получилось, что вы тратите 3240 долларов. Арендная плата это 4000, потому что уже две квартиры. И у вас расход минус 400 долларов, то есть убытки минус 400 долларов, превратились в 760 долларов. Но при этом еще выплачивается моргидж на 560 долларов в месяц, потому что моргидж стал больше. И вы получается, что суммарно зарабатываете 1320 долларов в месяц. Это 15 тысяч долларов в год. Помните, с минуса на плюс. 15 тысяч долларов в год вы уже зарабатываете, не сделав ничего. А, вы говорите, вы вложили 50 тысяч долларов в ремонт. Но вы же сделали новый моргидж. Это вообще вишенка на торте. Вы получили лучший кэшфлоу. Ваш дом списывается быстрее, то есть погашается. И у вас еще осталось в кармане 150 тысяч долларов. Вы же его рефинансировали. Стратегия BRRR именно работает так. У меня есть видео на этом канале, посмотрите. Итак, эти 150 тысяч долларов вы взяли. Это как раз первоначальный взнос на покупку следующего дома. То есть вы убили сразу двух зайцев. Первое, вы начали получать положительный кэшфлоу. И второе, у вас появились деньги на покупку следующего дома. Так для этого надо пересматривать все время ваши портфели. И именно об этом я говорю на своей бесплатной консультации. Видите, вот QR-код. Можете его сосканировать или просто наберите free-meeting.ca. И мы посидим и построим как именно правильную стратегию именно для вас. Как увеличить кэшфлоу, как вам все перестроить, как увеличить портфель. Обо всем этом мы поговорим на 30-минутной консультации. Итак, вы только что увеличили доход больше на 1000 долларов, не вложив при этом ни цента. И еще достали деньги на покупку следующего дома. Вот так делаются деньги на недвижимости. До встречи.